Несколько дней осталось для оплаты налогов за владение квартирой, машиной, дачей и другим имуществом. Насколько добросовестны в этом плане жители края, о каких изменениях они должны знать и что грозит тем, кто не оплатит налоги на имущество вовремя. Спросим у начальника отдела работы с налогоплательщиками Управления Федеральной Налоговой Службы России по Алтайскому краю Татьяны Малютиной. Здравствуйте. Здравствуйте. Когда истекает срок оплаты налогов? Первый вопрос. В этом году это 3 декабря. В принципе, по законодательству у нас срок оплаты налогов это первое число, но поскольку в этом году он выпадает на выходные даты, то первое число рабочего дня это 3. 3 декабря это последний срок, когда налогоплательщики могут своевременно погасить налоговые обязательства, потому что уже со следующего дня будет начисляться пеня. Много ли у нас добросовестных граждан в Алтайском крае? Добросовестных граждан больше. На сегодняшний день уже более 2 миллиардов налогов мы собрали. Естественно, начислено у нас 3,6 миллиардов имущественных налогов на территории Алтайского края гражданам. Ну и если нам, допустим, сравнивать с прошлогодним периодом, динамика оплаты налогов идет позитивная больше. Кто вообще должен оплачивать имущественные налоги? Имущественные налоги оплачивают прежде всего владельцы имущества, то есть те, на ком зарегистрировано право. Это квартира, комната, машина, то есть объект, непосредственно наделенный именно правом собственности. Как узнать, какие налоги у тебя? Ждать письма или самому нужно проявлять инициативу заходить на портал? Нет, налоговые органы сами исчисляют налоги нашим гражданам и направляют налоговое уведомление. Налоговое уведомление это официальный документ, у него есть свой номер, есть число, дата, от которого оно создается. В этом налоговом уведомлении конкретно налогоплательщику поясняется, за что исчислен налог, где объект, какой срок, какая ставка применена, кто исчислил этот налог соответственно. У нас в этом году Федеральная налоговая служба для того, чтобы гражданам было понятно вообще, что такое налоговое уведомление, разработала специально такой промо-сервис, который называется «Налоговое уведомление-2018». И там налогоплательщику прямо четко поясняется, какая информация находится и где что-то можно перепроверить. И, соответственно, к налоговому уведомлению обязательно присылается квитанция на уплату налогов. Поэтому за 30 дней до срока уплаты налогов уведомления обязательно все рассылаются и граждане у нас уведомлены. Если же налогоплательщики подключены к личному кабинету, то есть есть такие у нас граждане, их порядка 700 тысяч у нас в крае, и если они не отказались от того, чтобы получать документы в электронном виде, то им это уведомление выгружается в свой личный кабинет в электронном виде. А если зарегистрирован на личном кабинете службы, но пароль забыл, что необходимо? Только в налоговую инспекцию идти? Ну вот раньше, когда граждане забывали пароль, им нужно было опять приходить в налоговые органы. Те, кто подключился в последние два года, имеют такую возможность восстановить пароль по кодовому слову. То есть если они заходили первичным паролем с логином и задавали кодовое слово, то, естественно, они легко восстановят свой пароль. Еще мы советуем тем, кто не желает идти в налоговую инспекцию и получать логин, пароль, а его требуется получить именно в налоговых органах, потому что там, сами понимаете, налоговая тайна, информация конфиденциальная. Они могут воспользоваться тем самым логином и паролем, который они входят на портал госуслуг. То есть есть подтвержденная учетная запись портала госуслуг. С ее помощью точно так же можно войти в личный кабинет налогоплательщика. Как можно оплатить налоги? Только ли через кассу? Нет, оплатить налоги на сегодняшний день достаточно удобно. Вот я сказала о личном кабинете. В личном кабинете реализована возможность через банки партнера оплатить и онлайн, и распечатать саму квитанцию на оплату налога, потом, соответственно, в отделении Сбербанка или почты оплатить этот налог. И, соответственно, есть у нас мобильное приложение, которое мы в этом году очень активно продвигаем. Вообще, Федеральная налоговая служба идет по пути упрощения всех сервисов. Мы понимаем, что на сегодняшний день ритм жизни такой динамичный, людям некогда следить о своих налоговых обязательствах. Поэтому есть мобильное приложение, которое можно скачать для Android или iOS, соответственно, какой у вас там телефон, на гайджет поставить. И там очень легко онлайн оплатить налог. И я хотела тут еще как бы немножко предостеречь наших налогоплательщиков, которые зачастую ищут подобные сайты где-то в интернете и не заходят на наши официальные ресурсы. Дело в том, что расплатилось очень много мошенников, и это не секрет. И в этот раз Федеральная налоговая служба предупреждает, что специально сейчас в периоды уплаты налогов такие сайты-клоны появились, которые предлагают узнать задолженность, потом переводят на определенный сайт платежной системы и берут уплату налогов с комиссией. Уплата налогов должна осуществляться без комиссии. Поэтому платите налоги в официальном, в своем личном кабинете или на официальном сайте налогового ведомства www.nalog.ru Это должно быть четко, вот этот адрес, вот в своем мобильном приложении. Ну и, соответственно, те, кто не пользуется электронными гайджетами и нашими сервисами, платят традиционно у нас в кассах Сбербанка. У нас ровно 30 секунд. Давайте напомним, что грозит тем, кто не оплатит налоги вовремя. Ну, не хотелось бы, конечно, пугать наших налогоплательщиков. Помимо того, что пеня начнет начисляться, естественно, мы будем принудительно взыскивать ту задолженность, которая образуется. Мы даем еще какое-то время, выставляем требования, просим людей погасить. Еще 30%, как наша практика показывает, еще гасят эту задолженность. Если же они этого не сделают, то это будет уже судебное решение. И взыскание будет либо с расчетных счетов, либо взыскание будет у работодателя, что очень неприятно. Ну и, соответственно, также будет ограничен выезд за рубеж. Ну, в общем, платить все равно придется. Да, платить нужно налоги вовремя. Спасибо, что пришли к нам в студию. Ну, а я напомню, что сегодня у нас в гостях начальник отдела работы с налогоплательщиками Управления Федеральной Налоговой Службы России по Алтайскому краю Татьяна Малютина. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok